Добрый день, дорогие радиослушатели! Тема сегодняшняя программа – выборы. На прошлой неделе в Грузии составились очередные парламентские выборы. Они проходили по смешанной системе, 120 депутатов избрались по пропорциональной системе, а тридцать по мажоритарной. В борьбе за 150 мандатов участвовали 48 партий и 2 блока. Согласно данным ЦИК, в парламент, помимо основных поэзических сил, правящей партией «Грузинская мечта» и у основного соперника блока «Сила издействия» проходит еще 7 партий. В то же время грузинская оппозиция, включая все силы, которые прошли парламент, решили отказаться от своих мандатов и бойкотировать работу этого парламента. Помимо этого грузинские оппозиционеры подписали меморандум с требованием аннулировать результаты голосования 31 октября и назначат повторные выборы. Обо всем об этом мы будем сегодня говорить с экспертом Вахтангом Микеладзе. Сегодня будем говорить о выборах прошедших. И первый вопрос у меня такой. Какова ваша рынка прошла в Грузии? Насколько они прошли демократичные результаты? Выборы прошли с большими нарушениями. Но механизмы, в принципе, были использованы и старые, и новые. Это те же самые карусели. Это новый механизм ковидных каруселей. Это использование элементов подкупа избирателей. Что не нового, потому что аналогичные процедуры были и на предыдущих выборах. И, в общем, такая практика была. Разница в том, что эти элементы на этих выборах были использованы довольно-таки грубо. То есть, если раньше как-то пытались скрывать, то это было демонстративно грубо. Использованы вот эти элементы и подкупа, и запугивания, и попытки запугивания и подкупа членов комиссии от оппозиционных партий, наблюдателей. То есть, не только избирателей в данном случае. Ну, и второй момент. Конечно, медиа очень активно работала на этих выборах. Более активно, чем на выборах предыдущих парламентских. Так что, очень многие факты попали в объектив, оказались в центре внимания, и общественность, естественно, на это отреагировала. А так, в целом, такие нарушения были. Такого масштаба нарушения были и на предыдущих выборах. Только это было более грамотно, аккуратно сделано, и не столько внимания было и общественности, и масс-медиа к этим моментам. Вот, и второй момент, это уже цифры. Можно сказать, вот, конкретно, ну, пример привести, вот, какие именно нарушения были? Ну, это карусели. Вот, то есть, когда один и тот же человек голосовал в разных участках. Вот, это ковид-карусели, когда определенную категорию отсекали от возможности принять участие в выборах, а сторонники правящей партии, наоборот, голосовали, будучи в изоляции. Вот, это подкуп избирателей, прямой подкуп избирателей. Даже известно такс, это от 30 до 50 лари. Вот, и были продуктовые схемы распределения продуктов. Что, опять же, попало в средства массовой информации, даже некоторые кандидаты в депутаты, вот, были кадры, они открыто говорили, да, это мои деньги, я вот плачу их, и это мое личное дело. То есть, никто это не скрывал. То есть, настолько наглого подкупа еще не было. Вот, то есть, как-то раньше хотя бы стеснялись, скрывали, а сейчас нет. Вот, ну, естественно, был мобилизован административный ресурс, то есть, чтобы бюджетники бы голосовали за правящую партию. Вот. Криминал был активизирован тоже, криминальные группировки на местах. Вот, ну, в принципе, эти все схемы использовались и раньше, просто это было слишком демонстративно, нагло и неграмотно организован процесс. Вот. Я даже примерно предполагаю, почему. Во-первых, это где-то демарш правящей партии. Вот. А во-вторых, это неадекватно завышенные ожидания дидера правящей партии Бедзина Иванишвили, который в день выборов сказал, что 60% должна получить грузинская мечта. Вот. И паника на местах, потому что явка избирателей была намного выше, чем ожидалось. То есть, на этих выборах, участие в этих выборах приняло больше людей, чем в предыдущих парламентских выборах. Вот. Соответственно, фальсифицировать малое количество гораздо легче, чем большее количество, когда приходят на участки. Ну и сама, естественно, процедура ЦИК уже. То есть, разнобой между итогами подсчетов голосов на участках и уже в окружной комиссии, в окружных комиссиях. В самом центре избиркома, когда тысячи бюллетеней не сходили с баланса. То есть, пришло на выборы, к примеру, говорю, там 100 избирателей, а за правящую партию проголосовало 150. Ну, само собой, это смешно. Ну, и такие случаи... Баданова, у меня вопрос. Вот вы затронули насчет медиа, которые сказали, что активно работали. Даже мы следили за выборами, даже оппозиционные медиа, которые проводили эксид-полы, все-таки правящая партия брала большие проценты по отношению. Вот что вы думаете об этом? Это тоже там сделано это дело, сфабриковано или нет? Ну, правящая партия набрала больше, чем, предположим, национальное движение, но меньше, чем целиком оппозиционный спектр. Если все бы пришли на выборы, чего у нас еще, я думаю, не было, ну, в последние годы, по крайней мере, десятилетия этого не было. Вот. Если брать настроение в обществе, то у правящей партии где-то до 20% поддержки от общего количества населения, не больше. Если брать от числа активных избирателей, тех, кто пришел на участки, то, думаю, справедливо, где-то порядка 40-40 с чем-то процентов. Вот. Правящая партия, по данным Центра избиркома, по официальным данным, набрала 48 с чем-то процентов. То есть 52% избирателей, даже по этим довольно сомнительным итоговым данным Центра избиркома, голосуют против правящего режима. Это уже само по себе тоже многое значит. А вот насчет активности населения, почему не будет активный участок в процессе выбора? Что вы можете сказать с причиной? Где-то 44 по официальным данным, где-то 56 с чем-то была явка процентов избирателей, пришли на участки. Ну, во-первых, в обществе есть апатия. Вот. Это не новый факт. На предыдущих выборах еще меньшее число избирателей пришло на участки. Как раз на этих выборах большее число людей приняло участие в голосовании. Вот. Есть апатия. Многие думают, что ничего не изменит. Или же они не доверяют и не партии власти, и не оппозиции. Вот. Это такой электорат есть, естественно. Безусловно, который не идет на выборы, потому что он не знает, за кого голосовать. То есть нет симпатии конкретно. Вот. Так что, в принципе, то, что явка не стопроцентная, это абсолютно. Но это норма. То есть и предыдущих выборов, и выборы, которые были до этого, принимало участие не все население, которое имело право голосовать. А вот что предпринимает оппозиция? Войдет ли в парламент или откажется от своих мандатов? Как вы думаете? Тут накладывается несколько факторов. В принципе, тут накладывается несколько факторов каких. Во-первых, есть протест малых и средних партий, которые считают, что их обидели больше, чем то же самое национальное движение. То есть так или иначе национальное движение набрало уже 35 мандатов, если они проиграют все мажоритарные округа оппозиции, там, прикопируют, и оппозиционный избиратель не придет, то 36, потому что по процедуре замка дополнительно один мандат в таком случае перейдет первой по количеству голосов, первой по количеству голосов уже оппозиционной партии. Ну, соответственно, от движения получат 36 мандатов. То есть, в принципе, немало. Вот. Что касается малых и средних партий, они считают, что их обсчитали, что, в принципе, близко к реальности, потому что в основном за счет вот малых и средних партий, даже тех, которые не переходят барьер, но это набирается какое-то число, уже идет фальсификация. Это не первые выборы, когда такое имело место быть. Вот это можно и вспомнить и предыдущий режим, и режим Шеварднадзе, и режим Саакашвили. Это, ну, к сожалению, у нас на выборах фальсификации происходит постоянно. Даже по официальным данным, большая часть избирателей, которые пришли на участки, не хочет видеть во власти грузинскую мечту. Есть уже не только неприязнь, а есть ненависть лично к лидеру грузинской мечты Бедзина Иванишвили, и эта ненависть будет каждым днем увеличиваться. Будет падать мандат доверия к правящей партии. Безусловно, они расти. То есть партия, которая 8 лет находится у власти, она уже, в принципе, исчерпала свой ресурс. У нас, ну, в принципе, опять же, историю, если пересмотреть, то есть у нас есть элементы автократии в политике. То есть если прежняя правящая партия, это партия Саакашвили, до этого союз граждан, это партия Шеварднадзе, вот, еще до этого там, это правящая партия Гамсахурдия. То есть все вокруг одного конкретного лица, как бы, лидера все объединяется. Но у лидера есть такое свойство становиться постепенно токсичным. Проходит какое-то время, сначала есть там недовольство, разочарование, потом апатия, пренебрежение, и потом это уже переходит на этап ненависти. И 8 лет – это очень большой срок. Вспомните 8 лет назад, какое было отношение, то есть не 8 лет назад, а через 8 лет после прихода к власти Саакашвили, вспомните, какое отношение было к Саакашвили. Вспомните, какое отношение было к Шеварднадзе спустя 8 лет после того, как он взял власть в свои руки уже однозначно в 1995 году. То есть, ну, ресурс прочности уже у режима на исходе, в любом случае. А тут накладываются еще факторы определенные, факторы риски – это и геополитические риски, то есть у нас кардинальная ситуация усложнилась в нашем регионе. Это экономические проблемы, которые, в принципе, власть попыталась отложить, но сейчас они будут давать о себе знать все больше и больше. Вот, поэтому власть не решилась на то, чтобы отложить выборы, а решила форсированно их сейчас проводить, потому что власть понимает, что завтра будет хуже. Соответственно, будучи правящей партией, вся ответственность лежит именно на ней, а не на ком-то другом. То есть, ругать будет правящую партию. Батонова Ахтанг, я извиняюсь, у меня вопрос. Вот вы, как вы отметили, что люди вышли все-таки на улицы, да, оппозиция подняла людей. А как вы расцениваете следующую ситуацию, как она будет развиваться? Это революция снова или какова будет дальнейшая ситуация? Ваше мнение будет интересно. Я не думаю, что кто-то, кроме каких-то особо радикальных деструктивных сил, заинтересован сейчас в революцию. Во-первых, наш политический спектр действует с оглядкой на геополитических игроков. И Евросоюз, и Соединенные Штаты, они ясно дали понять, что сейчас они каких-то резких изменений не хотели. Поэтому оценки фальсификации выборов были достаточно сдержанными такими, дипломатичными. Вот тут много факторов. Во-первых, непонятно для них, непонятно пока, какая ситуация будет в той же Америке, предположим, кто станет новым госсекретарем, кто станет новым помощником президента по нацбезопасности. То есть ключевые посты пока в портфеле не распределены. Будет ли вообще новый президент или останется старый, тоже пока непонятно. Да, но вся вот эта ситуация не приведет ли к политическому, вот как я вижу, ведет к политическому кризису в Грузии? Безусловно. Если они не войдут в парламент, то ситуация будет усложняться и усложняться. Безусловно. Инициирован процесс политического кризиса, причем процесс затяжного политического кризиса, который займет где-то полгода, не меньше. Я думаю, что внешних игроков такая раскладка вполне устраивает, потому что они пока не готовы какое-то решение принять и затягивают тоже с этим решением. То есть они и власть притормаживают, и оппозицию притормаживают. Но вот такая неопределенность всех устраивает. Такая неопределенность и как бы переждать устраивает и оппозицию. Потому что вот если гипотически представим, что там Безина Иванишвили улетела, а его партия исчезла, потому что без него ее не будет ни одного дня. Это тоже самый союз граждан, который после ухода Шеварнадзе самораспустился. То в этом случае вся ответственность за происходящие процессы ляжет, предположим, на эту оппозицию, которую, предположим, создаст коалиционное правительство. И все рухнет уже при нем, при этом коалиционное правительство. А для людей, которые немножко разбираются в процессах и в ситуации в экономике, все понимают, что мы стоим на пороге коллапса в экономике. То есть это будет и социальный кризис, и экономический кризис, и финансовый кризис, и резкий рост безработицы, и падение, и девальвация национальной валюты. Это массовое банкротство. То есть реально сейчас получилось, что после пандемии, то есть экономика была в рецессии до пандемии, она не росла. Грузинская мечта, с вами говорит, что правительство самостоятельно будет создана какая-лица с данной оппозицией. Какова будет наша сеть? С учетом того, что взят курс на затяжной политический кризис, я думаю, что грузинская мечта будет формировать правительство самостоятельно, как и парламент. Вопрос легитимации и политического мандата доверия к этому парламенту и правительству будет открыт. То есть это будет правительство и парламент нелегитимные внутри страны, даже если его признают за рубежом. И рано или поздно встанет вопрос нахождения компромисса. Компромисом может быть смена руководства Центральной избирательной комиссии, окружных и участковых избирательных комиссий, смена системы формирования членов комиссий, начиная от Центральной и заканчивая участковыми уже. То есть должны присутствовать кадры, которые имеют мандат доверия оппозиции и гражданское общество. И это внеочередные парламентские выборы. Безусловно. В следующем году должны состояться внеочередные парламентские выборы. Для того, чтобы... ...экономика сможет... Как у нас экономический кризис, насколько в следующем году будут выборы, насколько экономика выдержит. ...экономика выдержит. Выборы не настолько дорогая процедура, насколько дорогая процедура спасения, например, зомби-экономики, которая... Большой вопрос. Стоит спасать или лучше, чтобы она умерла бы раньше, и что-то бы начать уже восстанавливать. В этом году в парламенте сократилось количество представителей национальных межчиц. С чем это связано? И почему? Я не думаю, что это было сделано целенаправленно. Это, вероятно, часть как бы чисто кадровой политики правящей партии. То есть с кем-то не договорились или с кем-то возник конфликт. И вот думаю больше с этим. Протесты оппозиции будут продолжаться дальше? Протесты оппозиции в различной форме будут продолжаться и дальше. Опять же говорю, что это затяжной политический кризис. Оппозиция заинтересована в том, чтобы этот кризис продолжался, потому что время работает против власти. Кто бы не был во власти. Опять же говорю, даже если бы сейчас вот пришла к власти оппозиция, и даже не та оппозиция, которая в принципе не имеет такого вот яркого мандата доверия, потому что это все-таки было протестное голосование. То есть народ проголосовал за оппозицию в большинстве случаев потому, что ему не нравится власть, а не потому, что ему нравится конкретная вот оппозиционная партия. Там ядро какой-то есть у всех партий, но этот процент невысокий. В общем, на всю программу спасибо. Спасибо вам большое, Антону Вахтанг, за все ответы, которые вы разъяснили. Спасибо вам. Спасибо, до свидания. Удачи, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...